как я и обещал делаем специальный выпуск по поводу Моргенштерна. Но обойти, наверное, эту тему стороной никак не получится, при всем при том, что ни я, ни большинство наших подписчиков не являются ярыми поклонниками так называемого творчества Алишера Валиева, но, тем не менее, тема эта вышла далеко за рамки искусства, творчества и прочего, что себе приписывает господин Моргенштерн. Соответственно, как только эта тема, эта история ушла в сферу каких-то обвинений в торговле наркотиками и вообще преследования человека по безосновательным мотивам, вот тут уже, конечно, речь идет не о творчестве, а о том, что творится в нашей стране, и потому, наверное, не поговорить об этом нельзя. Ну, кроме всего прочего, Моргенштерн Валиев нам вообще не посторонний человек, я имею в виду Башкирию, по многим критериям, и по месту рождения, и по месту проживания на протяжении большей части своей жизни, и по тем событиям, которые вокруг него тут разворачивались. Вы помните, да, что, например, Ради Хабиров считает Моргенштерна амбассадором Уфы, и считает, что Алишер Валиев, он же Моргенштерн, очень успешно продвигает Уфу в медиапространстве. Ну, спорное заявление многие уже неоднократно упрекали Хабирова в неосторожности подобных умозаключений. Ну, так вот, буквально недавно господин Бастрыкин, руководитель нашего Следственного комитета Российской Федерации, на какой-то международной конференции внезапно заговорил о Моргенштерне и заявил, что Моргенштерн, по сути, торгует в сети наркотиками. Блогин Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути, в делах, в социальных сетях. Привлекает слышь воробщение огромное количество нашей молодежи. А мы все сидим, абстракт, рассуждаем, получать высшую ценность, и права человека нарушать нельзя. Такое тяжелое уголовное обвинение прозвучало от высокопоставленного силовика России. Ну, надо сказать, что, когда уж такие слова звучат, и причем звучат в публичном пространстве, от серьезного генерала, человека, который руководит целой силовой структурой, то тут, конечно, вольно-невольно вздрогнешь. Это во-первых. А во-вторых, ну, наверное, подобные заявления должны быть подкреплены какими-то действиями и доказательствами, потому что, ну, по сути, это обвинение в уголовном преступлении. Еще раньше, несколькими неделями и месяцами, Моргенштерн, конечно, шокировал власти целой цепочкой, чередой интервью и всяких передач, которые он сделал с Дудем, с Собчак, с Гордоном. И вот в ходе этих всех интервью, конечно, было масса эпатажных заявлений, но больше всего, конечно, запомнилась эта история про то, как Моргенштерн раскритиковал расходы государства на празднование 9 мая. Я вообще не понимаю вот этого вот праздника Победы, которое состоялось уже сколько? 76 лет назад, по-моему, да, и до сих пор из года в год тратятся на это миллионы, это празднуют, всем что-то пытаются, не знаю, скрепы, может, это какие-то... Я не понимаю. Ну, как бы ты... Ну, блин, наверное, гордиться просто нечем. Может, поэтому. Но, блин, вспоминать каждый год на протяжении уже почти века о том, что когда-то тогда вы победили, ну, блин, не знаю. Я этого не понимаю, честно говоря. Ну, а для тебя Победа Великой Отечественной – это что? Ну, круто, молодцы. Ну, двигайтесь дальше, как бы, еще... Делайте еще побед, там, побед на... В информационных технологиях, побед в космических технологиях. Празднуйте их. Ну, блин, нет, что-то пока празднуем только то, что прошло 70 с лишним лет назад. На самом деле это звучало именно так. Моргенштерн не говорил о том, что, там, он против 9 мая, или, там, он не хочет отдавать почести и должное ветеранам и прочее. Он именно говорил о расходах государства на 9 мая. И говорил о том, что, может быть, эти деньги имеет смысл, больше смысл отдать самим ветеранам, там, потратить на их жизнь, на улучшение условий их жизни. Но, тем не менее, власти услышали в этом другое. И вот, мне кажется, именно с этого началось. Тут Бастрыкина просто бомбанула, на самом деле. То есть, он, не умея или не успевая сформулировать мысль цельно, как бы, решил через экраны компьютеров и телевизоров подбросить наркотики Моргенштерну. То есть, раньше менты подкладывали их в карман подозреваемым, чтобы, там, усилить свои позиции во время следствия. То теперь, значит, уже это можно делать через экран телевизора или компьютера, судя по всему. То есть, это такое уже цифровое ноу-хау Следственного комитета. Но, повторюсь, наверное, мы должны сейчас ожидать каких-то действий со стороны Следственного комитета, потому что, ну, просто так сказать, что человек торгует наркотиками на весь мир, наверное, нельзя. В Башкирии, конечно, тоже у нас тут своя реакция случилась. Вот буквально на Медне Мурзагулов разразился длинным текстом, значит, про защиту Моргенштерна, значит, приводя массу доводов. Я неожиданно для самого себя словил себя на мысль, что я практически полностью согласен с Ростиславом. Вот, ну, понимаете, да, мы совсем не друзья, не коллеги, не соратники, да, но вот тут я полностью согласен с Ростиславом Мурзагуловым в том смысле, что Бастрыкин, по мнению Мурзагулова, и я к этому мнению присоединяюсь, валит с больной головы на здоровую. Бастрыкин обвиняет Моргенштерна и ему подобным, но и персонально Моргенштерна в том, что он наркотизирует молодежь там и прочее-прочее. Ну, позвольте, Моргенштерн у нас тут на арене цирка без году неделя. Сколько мы его видим тут? Год, полтора, ну, чуть больше. А наркотизация страны идет семимильными шагами последний 21 год. Моргенштерн еще не родился, когда начался этот процесс. То есть тут, конечно, нужно быть объективными и действительно не пытаться свалить на вот этого вот как бы музыканта все проблемы общества. И наркотики, и насилие, и коррупцию, и прочее, да, и во всем будет виноват Моргенштерн. Вот здесь Бастрыкин, конечно, палку перегнул, очевидно. Я не поклонник Моргенштерна, я не разделяю мнение Бурзагула в той части, что там очень здоровая голова у Моргенштерна. И более того, я даже не считаю это искусством и творчеством, но когда звучат вот такие вещи, когда пытаются, значит, квадратное выдать за коричневое и свалить все в кучу и вот зачем-то из этого странного парня делать козла отпущение, вот тут, ну, я, правда, возмущен этим всем. Ну, и повторюсь, там, про здоровье головы Моргенштерна это, конечно, Ростислав немножко перегнул. Ну, что у нас в слухом остатке? Бастрыкин молчит, Следственный комитет пока молчит. Сообщение о том, что возбуждено уголовное дело в отношении Моргенштерна мы пока еще не видим. Моргенштерн на всякий случай отъехал в Дубае, где сидит, значит, с женой и отдыхает. Многие склоняются к мысли о том, что это разумное решение, что действительно, наверное, так стоило сделать. Ну, когда сам Бастрыкин заявляет там уголовное обвинение в адрес простого гражданина, знаете, тут это действительно уедешь. Но в целом, конечно, это фиаско. Фиаско властей, которые в очередной раз, ну, как бы, допустили грубейшую медийную ошибку, потому что в общем и целом мнение общества на стороне Моргенштерна как ни странно. То есть, видимо, уровень недоверия к властям так высок и так велик, что сейчас не поверят ни в вакцину, ни в обвинение Моргенштерна, ни во что не поверят. Увы, и это действительно фиаско для власти и большая ошибка со стороны Бастрыкина, потому что не надо было на самом деле трогать Моргенштерна. Назвать его деятелем культуры, конечно, язык не поворачивается, но то, что этот человек известен огромному количеству людей и теперь будет восприниматься как некая жертва режима, это факт. И это большая ошибка властей. Ну, будем наблюдать дальше ситуацию. Я надеюсь, что для Алишера эта история закончится благополучно. Не знаю уж, будет ли извиняться Бастрыкин или просто все замнут, но очень надеюсь, что все это будет как-то по-человечески решено и не превратится в какую-то мясорубку или в какое-то гонение. Ну, а в противном случае власти могут получить Моргенштерна за границей, что будет значительно более отвратительно для них и для нас, наверное, тоже. Но это будет значительно более ярко и, конечно, не в пользу действующих властей России.